Социальная программа на радио Нижний Новгород. Юрий Ионов, Юрий Анатольевич, добрый день. Добрый день. Не все знают, что когда мы устраиваемся на работу, да и вообще наше рабочее место должно быть оборудовано в соответствии с определенными нормативами. Ну как-то мы на это порой отводим глаза, нам кажется, что все хорошо. И вот работодатель обязательно должен предупредить нас, если, может быть, нашему здоровью может быть причинен вред. Понятно, когда речь идет об охране труда на производстве, да, там есть серьезная опасность. А вот что касается работы в офисе, тоже есть какие-то нормативы? Да, конечно. Независимо от того, где находится рабочее место, то ли это промышленное производство, транспорт или в офисе, должны быть обеспечены соответствующие условия труда. И 37-я статья Конституции Российской Федерации говорит о том, что каждый имеет право на труд в условиях, отвечающих требованиям безопасности и гигиены. То есть любое рабочее место должно быть безопасно. Правда, на одних рабочих местах этот уровень воздействия неблагоприятных факторов имеется в зависимости от производственного оборудования и применяемых технологий. Другие рабочие места вроде бы на первый взгляд не видно, но для того, чтобы определить, нужно сделать ряд комплекс мер, в том числе аттестации рабочих мест по условиям труда, которые выявят, есть ли те или иные факторы и превышают ли они установлены нормативы для того, чтобы обеспечить здоровье работников, в том числе в офисе. Ну вот вопрос как раз насущный, офисный. Синоптики передают нам очень жаркую погоду, по крайней мере на ближайшую неделю точно. Должны ли быть оборудованы рабочие места, по крайней мере в офисах, кондиционерами? Ну давайте сразу исходить из первого начала. Первый источник, Трудовой кодекс Российской Федерации, статья 212, определяет обязанности работодателя по обеспечению безопасных условий охраны труда. Он должен обеспечить эту безопасность для работников. Да, особенно в последнее время температурные пределы, в том числе у нас в Нижегородской области, достигают такого уровня, что требует принятия мер со стороны работодателя для того, чтобы работники на рабочем месте чувствовали себя комфортно. Ну порой действительно жара, потому что это сулит в себе опасность. И вот обеспечивая безопасные условия труда на рабочем месте, он может в том числе применять и средства кондиционирования. Если такой возможности нет, нужно смотреть какой же уровень температуры. Мы говорим, что в пределах от 21 до 28 градусов это та, когда создает нормальные условия труда. А вот уже превышение требует с одной стороны или наличие кондиционера, или других климатических устройств, приборов, или ограничивать или суммарное, или полное рабочее время в данных температурных условиях. И поэтому санитарные правила, санитарно-пеномагические правила и нормы, которые утверждены еще в 96-м году, они называются гигиенические требования к микроклимату производственных помещений, в том числе там установлены требования для помещений, которые относятся к типу офисов, и этого необходимо работодателю обеспечивать. Также хотелось бы отметить, что есть и информационное письмо Минздравсоцразвития России еще в 2010 году, которое определяет действия работодателя и уровни, которые дублируют эти гигиенические требования. Все эти документы, касающиеся микроклимата, вы можете найти на нашем официальном сайте правительства области Министерства социальной политики, раздела охраны труда Нижегородской области. Найти и показать своему работодателю, если у вас очень-очень жарко. Но, правда, еще нужно, чтобы градусник в офисе висел, чтобы доказать, что повыше 28 градусов температура в офисе. Вообще-то, во-первых, работодатель сам должен обеспечить, второе, должны быть назначены ответственные лица. Далее, существует требование по наличию специалиста по охране труда в организациях с численностью, превышающих 50 человек. Если не превышает, то есть 50 и меньше, функции специалиста должен выполнять или сам работодатель, или возлагать на какого-то работника, или заключать договор с организацией, оказывающей услуги. Поэтому при любых случаях функции специалиста по охране труда должны исполняться. Кто-то должен исполнять. Понятно. На наш портал пришли несколько вопросов. Ваш адрес. Предлагаю послушать все их и перейти к ним. Раньше на опасных токсичных производствах по охране труда выдавали молоко. А сейчас есть такая норма? И кому она полагается? Спасибо. Эта норма никуда не ушла. В связи с тем, что 222 статья Трудового кодекса гласит о том, что на работах с вредными условиями труда работникам по установленным нормам бесплатно выдается молоко или другие равноценные пищевые продукты. А вот какие нормы и при каких условиях, это определено приказом Минздравского соцразвития России от 16 февраля 2009 года, номер 45Н. Условия, вернее, этим приказом утверждены не только нормы условия, но и также перечень вредных производственных факторов, при воздействии которых рекомендуется употребление молока или других равноценных пищевых продуктов. Пример можете привести? Ну, перечень достаточно большой, я просто хочу сказать, что если работник занят на рабочем месте при воздействии вредного производственного фактора определенного этого перечня, то есть наличие раз, второе, этот фактор должен превышать установленные нормативы. То есть должна быть проведена аттестация рабочего места по условиям труда. И поэтому, да, и 0,5 литра молока, независимость от продолжительности рабочей смены. Хотите получать молоко, нужно разобраться, положено ли вам, заглянуть во все эти документы и узнать, так ли оно. Предлагаю прийти к следующим вопросам. Добрый день, Синяевна Марина. Хотела бы такой вопрос задать. Предусмотрены ли нормативами какие-то специальные перерывы, которые должны быть организованы в рабочее время в жару? Отчасти уже затрагивали вопрос? Опять же, нужно смотреть, если отсутствует, я так понял, это в производственных помещениях или в офисных, если температура превышает установленную нормативу, как мы с вами говорим, 28,5 и выше, то в соответствии, опять же, с требованием, рабочий день на каждый день уменьшается. Или суммарное время можно разделить как перерывы, больше устанавливать. После каждого часа компенсируя работнику уменьшение контакта с этим вредным фактором, который может привести к нарушению здоровья. А максимальный перерыв, интересно, какой разрешается? Здесь уже в этом случае работодатель сам определяет максимальные перерывы, которые связаны, опять же, с зависимостью от уровня температуры. В общем, за всем следит, и если что, всех после обеда отпускает. Всем бы таких начальников. Это требование. Ну, дай бог, чтобы у нас все его соблюдали. Я вам еще могу сказать, что вот у нас, например, санитарные нормы и правила сейчас относятся, они к системе нормативно-правых актов, содержащих государственные нормативные требования охраны труда. В соответствии с 211 статьей Трудового кодекса, они обязаны исполняться на территории Российской Федерации. Независимо, как работодатель, юридическое лицо, индивидуальный предприниматель, роли не играет. Все строго. Следующий вопрос. Здравствуйте, Борис Михаил. Я работаю в офисе. Летом бывает просто очень жарко. Кондиционер вот нам не устанавливает. Начальник говорит, что в нашем районе не хватает мощности. И как вот нам быть в таком случае? Спасибо. Вот такие оправдания. Законно? Бывает. Такая ситуация, когда по техническим или иным причинам невозможно установить оборудование, которое обеспечивает соответствующий микроклимат. Но уже опять говоря, устанавливать перерывы или продолжительность рабочего дня будет меньше на то время, которое установлено санитарными правилами. Уважаемый слушатель, требуете больших перерывов пораньше уходить с работы в таком случае. Еще один вопрос. Здравствуйте. Я работаю электросварщиком. Мы пользуемся старым оборудованием. А кто его проверяет? Состояние техническое и так далее? Ответьте, пожалуйста. Благодарю вас. Да, и как часто, кстати, проходят подобные проверки? Ну, давайте исходить из того, что опять же обращаемся к первоисточнику Трудовой кодекс Российской Федерации, 212-я статья «Обязанности работодателя». Он обязан обеспечить безопасные условия труда работников, в том числе тех, кто занят на этих работах по профессии. Также существует ряд других нормативно-правовых актов, содержащих в государстве нормативные требования охраны труда, к которым относятся, например, межотраслевые правила по охране труда при электро- и газосварочных работах. Опять же, достаточно широкий круг, так как работник и рабочее место находятся в правовом поле работодателя, он, исходя из этих требований, и организует в том числе на основании их периодическую проверку оборудования, и исправность её, и в зависимости от установленных сроков эксплуатации, обеспечивают их своевременную замену. Также, если мы посмотрим, что исправность оборудования должна осуществлять ежесмена руководителя структурного подразделения, работник перед началом работы проверит её готовность. Если оно неисправно, естественно, должны приниматься меры. Если он будет работать на неисправном оборудовании, то есть при газосварочных работах, например, то может тяжёлым последствиям. Таких случаев достаточно много. Видимо, таких проверок у нашего слушателя было немного, раз он интересуется, когда же и кто должен их проводить. Вообще должна быть установлена система общественно-административного контроля, которая задействует все уровни руководства, от непосредственно руководителя работ до руководителя предприятия или работодателя, который в рамках этого контроля осуществляет проверку в соответствии с установленным требованиями, которым должны принимать участие и представители работника. То есть нужно обратиться просто к директору, попросить его провести эту проверку, предоставить документы. Непосредственный руководитель. Опять же хочу сказать, что контроль за своевременностью проверки и замены также осуществляет специалист по охране труда. Это входит в его функции. Спасибо большое за ответы. Я напомню, что в рамках социальной программы в эфире «Радио Нижний Новгород» был начальник отдела охраны труда и государственной экспертизы условий труда Юрий Ионов. Хорошего вам дня. Спасибо.